Всем добрый день! Сегодня я предлагаю вам рецепт очень вкусного манника. Для манника вам понадобится молоко, манка, сахар, сливочное масло, яйца, немного соли, разрыхлитель теста, кокосовая стружка и ванилин. В миску высыпьте манку и залейте теплым молоком. Все хорошо перемешайте и оставьте минут на 40 для домухания манки. Через 40 минут манка хорошо набухла и масса загустела. Сливочное масло растопите и добавьте к манке. Перемешайте. В глубокую миску разбейте яйца. Насыпьте сахар. Теперь эту массу нужно хорошо взбить миксером. Если миксера нет, взбивайте венчиком. Взбивайте до получения однородной пышной массы. Выложите сюда же взбитые яйца с сахаром. Добавьте немного соли, буквально щепотку. Она придает такой более пикантный вкус. Ее чувствоваться не будет. Высыпьте ванилин, разрыхлитель теста и кокосовую стружку. Ее кладите по вкусу. Я добавила примерно столовую ложку. И все хорошо перемешайте. Взбивать уже не надо. Все, тесто для маника готово. Форму смажьте маслом. В избежание протечек, если у вас форма разъемная, застелите ее пергаментом. Не только дно, но и бока. Потому что тесто жидкое. И если вы не уверены в своей форме, то во время выпечки, вот отсюда, начинает вытекать тесто. Вылейте форму теста. Поставьте в духовку, нагретую до 180 градусов. В идеале, манник выпекается 30-40 минут. Но это все зависит от вашей духовки. Во время выпечки, духовку открывать нельзя. Чтобы манник не осел. Через 30 минут духовку выключите. Но пирог не вынимайте. И дверцу не открывайте. И оставьте еще минут на 15. Затем форму с пирогом выньте из духовки. И пирогу дайте полностью остыть прямо в форме. Когда пирог практически остынет, он сейчас чуть теплый. Можно попробовать вынуть его из формы. Берите кольцо и аккуратно отогните пергамент. Манник получается не очень высоким, потому что форма у меня большая. А если будете брать форму поменьше, то он у вас получится намного выше. Манник уже остыл. Его можно разрезать. Он очень мягкий. Так как там нет муки, а лишь одна манка. Вот, посмотрите. Его можно нарезать прямо на пергаменте. А можно переложить на блюдо и уже там порезать на кусочки. Вот такой получился манник. Он получается очень сладким, мягким и влажным. Он просто тает во рту. Благодаря кокосовой стружке манник получился очень ароматным. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok